Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Есть и потери. Поэтому мой моральный, нравственный долг – не забывать своих друзей, живых и мёртвых. Пусть немножко одноверенно печалью эта статья. Когда я писал, это была эйфория. Я познакомился за десятки лет с такими людьми, которые составляют, в общем-то, я не просто, как раньше говорили, народный пласт, там это. Нет, это не середнячки, это удивительные люди. Страна их плохо знает. Была когда-то глава в книге. Где эти книги? Лежат где-то, пылятся. Они не в библиотеках. Тиражи маленькие. Были статьи. Тоже всё уже прошло, и я теперь вынужден, не вынужден, обязан, нет, обязан вернуться и снова рассказать о своих друзьях. Итак, читать буду текст. Почему? Есть люди, которые смотрят на телефоне размером с ладошку. Что там, ради текста видишь? Я решил читать. У меня таких фильмов уже десятки. Я надеюсь, что этот лично мне будет. Поехали. Название статьи написано лет 8-10 назад. Ничего не изменил. Даже запятые. Зачарованный мир садоводства и его удивительные люди. Предисловие. Привет, друзья. Организаторы СМГовского слёта садоводов в Селябинске попросили меня поделиться впечатлениями. Такая вот получилась цепочка. Начал с рассказа о слёте, а затем не мог остановиться и рассказал об удивительных людях садовода. Элите садовой России. Далее по порядку. Рассказываю без хронологической привязки, так как для меня все три дня слились в один по динамизму и напряжению. Надо было оправдать то, что из 18 часов для докладов на десятки выступающих мне отвели целых восемь. Рассказывался звонок и знакомый голос уральского аторитетического садовода и организатора Всероссийских съездов Николая Георгиевича Сергеева произвёз волшебную спразу. Константинович, приезжай на слёт. Я взял паузу, долго думал, а потом с удивлением узнал, что я уже дал согласие и буду выступать в докладах. После этого отказывался, уже выглядело бы трусостью. Зато лишний раз поделился необузданной энергией одного из лучших садоводов России. Вот одно фото. Кстати, вот такая, значит, сноска. Последний год, 2001-й, мы вместе с Николаем Георгиевичем Сергеевым создали целый ряд термостов. Мне удалось выжать из него много интересной информации. Забегая вперёд, скажу, что столкнулся с человеком феноменальной воли и непререкаемым авторитетом среди настоящих садоводов России. Ну, нет больше в стране, в нашем известном садоводе, которому приехали бы, расходуя свои деньги на дорогу и гостиницы десятки суперспециалистов широких просторов в СНГ. Засел за доклад. Путеводная звезда – это тысяча фотографий, расположенных последовательно по темам. 150 фото немыслимого в Сибири урожая, 2012 год. Ага, значит, это было в 2012 году. Или 2014. Или зимой. Лучших сортов абрикосов, слив, персиков, вишен, яблок и груш. Хотел ошеломить собравшихся, чтобы они в дальнейшем доверимо отнеслись к моему докладу. Так, все хода у нас заложен. Все, закаляюсь. Так, идем дальше. Второе – опасные смертельные агроприемы, широкая практика которых и безудержная пропаганда в средствах массовой информации, и стала причиной уничтожения садов России повсеместно. Лучше уж ничего не знать о садовых делах датчиков, чем знать, чем и как, не ведая, что творят, убивать деревья. Выбор места. Посадка семян – живительная, неглубокая. И смертельная, позже, заглубленная. Полезные советы, которых широкая общественность так мало знает. Практика прививок. От широко распространенных способов поворачивания саженцев инвалидов детства до эффективных, но нелюбимых затурканными СМИ датчиками. Организация плодопитомников, примеры ниже. Семенная вегетативная гибридизация. Итак, вот о ком я собираюсь рассказать. Вся королевская рать. Решающую роль в моем приезде сыграла дружба с садоводами Урала. И какими садоводами? Перед вами фотография Челябинца, супруга Латинковых. Не поверите по эффективности работы, заменившая собой научно-исследовательский институт сельского хозяйства. И не просто заменившая. Да, наука переживает тяжелейшие времена, и вот и подставляют свои плечи садоводы-любители. Протоптавшие новые дороги не просто в создании новых сортов, да и принципиально новых вегетативных лодов, имеющих право быть признанными официально. Вот, запрет на латинковщик, в скобках, запрет на латинковщик, ну, не отменен. А значит, не нужных. Вот, получается, надо еще раз эту... Абзац еще раз прочитаю. И не просто перед вами фотографии супругов Латинковых, заменивших НИИ сельского хозяйства. Да, наука переживает тяжелейшие времена, и вот и подставляют свои плечи садоводы-любители, протоптавшие новые дороги не просто в создании новых сортов, но и принципиально новых вегетативных клонов, не имеющих права быть признанными официальной наукой. А значит, не нужных, знак вопроса. Юрий Алексеевич, перед вами живой, энергичный. Вот, с абрикосом академик. Это клон. Академика не узнал бы его родитель Казмин. Академик Казмин не узнал бы этот сорт Академик. Вот. Кто же у него изменен, как и у меня. Царство тебе, невеста, Юрий Алексеевич. А это их скромные плоды, которых не может быть, и вам, друзья, они просто мерещатся. По крайней мере, так уверяют наши оппоненты. Владимкова Галина Дмитриевна. Юрия Алексеевича нет, она продолжает его дело. А то я переживал, что, не дай бог, все это, как часто бывает, когда все теряется. Так, а еще в такую важную повестку, мне повезло воочию увидеться и пообщаться с самой Ивановой Людмилой, автором книги «Телепередача семинаров». Богатейший опыт Людмилы Васильевны изложен в этой книге. Вот. Отзыв о Людмиле Ивановой после ее доклада на слете. Один продвинутый садовод, такой, как Людмила Васильевна, стоит дороже десятка переписывающих диссертаций друг у друга кандидатов наук. Опыт ландшафтного дизайнера. Вот ее опыт. И стоит книга 150 рублей. Но это было 8 лет назад. Так что электронный адрес, ой, я не знаю, возможно, все это уже устарело. А может, нет. Вот. Вы спросите, друзья, а нужна ли вам эта книга в море литературы? Представьте себе 4-5 головок чеснока на весах и цифры, ровно 1 килограмм. И другие чудеса. А тогда и решите. А теперь полюбуйтесь на саму уральскую чудотворницу. Вот она. Об уральских чудотворцах я расскажу не раз, так как они замечательные люди, начиная с организаторов слеза Сергеева и Александрова. И сами не понимают, какие они штучные изделия. А мне со стороны виднее. Вот. Подпись под фото организаторов слета и садоводов Бога Николая Андреевича Александрова. И это еще не вся рать. Но вы взяли среди встречающих суперспециалистов... Ой, так. Среди встречающих суперспециалистов садоводства в лекарственных растениях Валерий Александрович Долматов, город Затауст. Его статьи Валерий Александрович Долматов. Валерий Александрович Долматов, правда, Бога Пихова в масле. И золотой корень, достойный соперник женщине, украшает мой сайт. А вот его новое слово в защите садовых растений. Прошли официальные испытания, Прошли официальные испытания, призваны следующее достоинство. Цитирую. Раны заживления, отпугивания мышей, защита от грибковых поражений. Фото 7 сделано в моем саду, и не ради рекламы, а позы для. Хотя почему же не для рекламы? Одна сторона должна знать свой герой. В смысле изобретатели. И вот и вам его данные. Вот они. Электронный адрес Валерия Александровича. У него пока нет даже компьютера. Где вы видели в России богатых изобретателей и садоводов? Я, к примеру, ни одного. А теперь глянем на самого изобретателя. Фото номер 8. Валерий Александрович стоит вторым справа. Ох, и многим садоводам, любителям ежегодной стрижки, а фактически уничтожения деревьев, теперь придется обратиться к нему. Вот я показываю. Самая светлая одежда, свитер. Это он. Правда, нас с легкой руки недоброжелатели с трибуны съезда садоводов. Россия теперь зовут шаманами, а мы не обижаемся. Шаманы это я и Латинко. Не обижается и наш друг из Адмуртии, Александр Иванов. Интересно, столько лет прошло, если позвонить по этому адресу, ой, написать письмо, что будет. Вроде действующий, видите. Телефон 8904-319-0236. Эх, сейчас 6 утра, я не могу проверить, все ли так. А работаю по интуиции, а уже начат, исправдан фильм. Зачем нужны его данные? Он ведь агроном по образованию и по духу, а еще владелец питомника. Увидите его розы, не только розы, прощай сон. Александр Владимирович украсил и придал авторитет нашей группе шаманов. Нашлась для нашей группы настоящий волонтер, первых первухина. На вход, а вторая слева. Валентина Семеновна, опекая, сберегла мне столько бесценного времени, вот она, видели, рядом со мной, что я до сих пор чувствую себя в долгу перед ней. И сотни моих косточек поставили ей в уральскую землю, хочется, чтобы заплодносила, как у меня, на 3-4-й год. Ну, пусть 5-й. Тогда я посчитаю себя полезным для нее. Президиум Народной Академии. И счастье в том, что есть друзья. Или не так. И слава Богу, есть друзья, а у друзей я в шпаге, из песни мушкетеров. Если собрать в одно время в одно место садовода только моих друзей, то будет состав, равный по квалификации результатам, как минимум, Президиуму Верховного... А, как верю, как минимум Президиуму Академии Наук. Поверьте, это так. А вы думаете, там в грамоте наших сидят специалисты? Если бы узнали, среди моих друзей, какие, не только случаи садоводной России, какие они грамотеи. Ладно, я отвлекся. Скажете, что вы, Валерий Константинович, обнаглели? Да как можно сравнить академиков с садоводами или демитриями? Да, действительно, очень трудно быть объективным. Ну, попробую. Итак, перед вами виртуальный Президиум Народной Академии. Наш великий современник Николай Иванович Курдюмов. Академическое образование. Практикующий садовод. Автор десятков книг, позвавший за собой удивительный мир садоводом, миллионный волонтеров. Вот. Вот оно, фото номер 9. Дело в том, что это хотел кто-то что-то, пару слов добавить. А! Он выпускник Тимирецкой Академии. Мы с ним написали, тогда еще нет. На тот момент, годом спустя, мы написали, издали с ним книгу, которая называется умный сад, как перехитрить климат. И вот этот выпускник Академии был подвергнут критике выпускниками Академии же, Тимиряйзерской Академии. Так бывает. Оказывается, он перешел на другую сторону. На сторону технологий, где деревья уже калечить не рекомендует. Один из наших, он единственный из тех, кого признают в своем научной округе и широкое садоводческое общество. Николай Иванович решился и однажды приехал в наш легендарный садовый вар, садовый рай, опять по Фреду, на берегах Енисея. Досконально разобрался в садугорском феномене и написал с авторией со мной добротную книгу «Умный сад, как перехитрить климат» и даже стал чужим среди своих. Ему это не простили. На фото номер 9 еще один мой гость. Сама старейший ученый и руководитель Шушенского ГСУ. Бойкова, один из основателей и авторов садового феномена. И в руках у нее таблицы средних, зимних и экстремальных 40 градусов температур в нашем регионе. Кабы нее абсолютный авторитет кандидата с сельхоз. Кто бы повел, что у нас не Украина, а бесснежный, жуткий морозный климат. Татьяна Александровна Нога, самая запреченная из шаманов, живет в глухой деревне Оренбуржа. Мистик, эзотерик, писатель, философ, умница, воитель против садового невежества и присуще ему невежеству зависти и злобы. По мере развития нашей дружбы, как я только не называл, и волшебницей, и садовой феей, из-за нежелания прощать нашим недоброжелательным оскорблением в адрес шаманов Дианы охотницей. В общем, как-то неудобно признаться, но мы шаманы за хрупкими плечами, как за каменной стеной. Ее фотографий нету, она не любила показываться, ну, публичности не любила. А вот вам фото одного из ее сортов молодильных яблок. Представляете, какое чудо? Это сила мыслей создана. Ее, Татьяне Санне, очень трудно живется. Жилось Царство Небесное. Напоминаю, что это 2012 год. Ее, Татьяне Санне, очень трудно живется в материальном мире, так как я ее назвал, яркой представительницей, несмотря на затворничество нашего шаманского кружка и, внимание, основательница мистической селекции. Ее, удачные попытки выращивания шести сортов яблок силой мыслей и желанием жить. С первой попытки не просчитываются с помощью теории вариантности относятся скорее к категории сановых чудес. Один из главных шаманов, руководитель клуба сановода из города Медреченска Владимир Терриевич Горнов Волох. Бескромность так и не прислал свое фото. Но знакомым всем давно и посещение Владимира Терриевича моего семинара в саду было событием незаврядным. Не просто представить, насколько богата наша Сибирь, если приехал всех с энциклопедическими на моем сайте есть наша переписка, наши дискуссии. Какой человек, какой человек, ребята. Слава Богу, жив здорово. На фото 12 нет, не шаман из нашего кружка, а очень серьезный представитель академической науки. Турсунда Скобила из Абаканского института гранных проблем, кандидат науки заведующей лабораторией. Был суперспециалистом по орехоплодам в Узбекистане, а стал суперспециалистом в сибирских сортах, сортобразцах, формах и клонах плодовых растений. И не каких-то там полукультурных и почти несъедобных, а именно мировых стандартов качества плодов. Открою секрет, у него досье на сотни садоводов и тысячи сортобразцов. Если однажды проснулся в Академии и наконец станет дело до садов, то дай Бог, чтобы они успели воспользоваться знаниями нашего друга. А вот он, то, что он доскобил обоим саду. И уже 20 лет в моем саду его главные слова, мой адрес звучат так. Валерий Константинович, наплюйте на клевету и нападки, работайте спокойно, создавайте шедевры, а я вас прикрою. Вот так он стал моей моральной крышей, и я его заслужил свободно. Он чистнейший человек и даже решил дать свой телефон всему миру, чтобы любой сомневающей магии наш садовод с ним связаться. А вот и он, кстати. Ну, а кого еще курирует незаварядный ученый-подвижник? А вот всех тех, кто на фото 13, и внимание, представляет собой тот самый садоводский феномен, о котором до моей публикации не имела понятия ни российская, ни советская широкая общественность. Это наш круглый стол садоводский. Перед вами легендарные садоводы и главный из них живая легенда Борис Иванович Бодна. На фото слева вызвавший ревность европейских ученых из-за новых сортов черешни. Внимание, у строителя СШГС не просто лучше, а единственный с черешнями сад в Сибири. И какой сад? Еще груши, яблони, абрикосы, сливы. И не поверите, мы-то все привальщики, а он выросил седевры и семян в магазинах южных плодов. Так что он не шаман в нашем понимании. Он верный и проверный ученик Мичурина и книги Гения, его настольная садовая библия. Ребята, я почему и устроил эту запись, потому что его в прошлом году он тоже умер. Страшно вспоминать и говорить об этом. Его нет больше в живых. Вот последние его слова при моей встрече Константинович. Я полез в интернет, наконец-то там смог это сделать, а там кроме пары твоих фильмов обо мне, обо мне ничего нет. И он уже знал, что ему уже скоро уходить. Горько, горько, горько. Во многим отношениям лучший сад в Сибири. Слева от меня на том же фото еще один основатель Сангорского эпидемида. Тяна Николаевна Жестовская. Она садовод от Бога. И вот. И поверьте, я Железов, но фото крайне справа. Внимание, вот он, видите, как аж плечи сжал. Вот. Такой блестящей компанией далеко не первая одета в середке. Да. Вот. И, кстати, еще одну это, так сказать, справка. Я сделал несколько десятков фильмов о людей, которых не знает наука, которые превзошли науку. Вот. я никогда себя не выпячивал. Никогда. Абаканские волшебники не хуже наших саногорцев предоставлены моим верным другом и фанатиком Лилией Алексеевой. Признаюсь ей любви. Еще четверть века назад увидел Лилию Васильевну на экране телевизора в окружении полносящих деревьев немыслимого урожая. Вздохнул и понял. И тут женщина впереди нас ленивых мужиков. Говорю без иронии. А пару лет назад знаменитый садовод приехал ко мне в сад. Поверьте, это великая честь. Во главе делегации образованного союза садовода Абакана и мне даже посчастливилось обнять ее. Вот это чудо. Ой, связи больше нет с ней. Вот. И знаю, что она болела. На фото номер 15. Кандидат Шабрана мой сын Сергей Желинов. Сергей Валяевич еще слаб в теории. Да, учтите, с тех пор уже все, все, все. Он закончил Шушинский колледж, у него профессия грандом. Все, слаб теории, уже это позади снимается. Но приживаемость приливок 95 из 100. И садится его детство и в Сибири. Зимует на морозе. Детство и в Сибири. Зимует на морозе все зимы, включая самые бесснежные и не понимает ни один. Пока это наша общая заслуга с плав об этой молодости. Но похоже, что садовый мир узнает о тебе много непривычного. Здесь кстати три прививки на одном корне. Например, без всякой пощады, обрезав сажен и даже закрытыми корнями, режет сернее всех России, он проявляет высочайший профессионализм молодые годы. Дело в том, что одной из главных причин массовой гибели и болезни плодовых растений является неумение и нежелание обрезать продажные саженцы ни продажами, ни покупателями. Видели обрезанные? Вот. Это одна из главных проблем, почему это массовая гибель. Корни изувеченные садят в целую крону и прощай. Вот, недокормленные кроны массово гибнут по всей России. А никто не догадывается почему. А вот уже наш состоявшийся шаман душа компании поэтесса Галина Елькина. Вот она моя подруга милая. Галина Ивановна одинаково шаман шаман даются и персики моя удача ученица и душевные стихи. Читаем. Под снегом согреваются поля, укрытые под теплым одеялом. Наполненная влагой ждет земля, чтоб выпустить цветочные поляны. Заряженное солнцем спит зерно, до мига пробуждения природы. Не окружится метель и полотно, как сединой покрывают годы. Отдавший все до плода сад мой спит, в сугробах муравейники укрылись, под каждой почкой этот цветок то лист богатым рожая мне хвалились. Легко и просто рисовал мороз свои пейзажи на замерзших реках. И стал еще белее цвет берез, пусть снег идет на радость человеку. На фото 17 моя верная московская сподвижница Мараховская. Вот Ирина Владимировна за несколько лет совершила скачок. От простой дачницы до преподавателя семинара все занимает достойное место среди московских садоводов. Во многом ей благодаря состоялся два потока моих московских семинаров. А теперь знакомьтесь с простым российским садоводом Чернобаевым. А на самом деле о какой непростой. Видели? Самостоятельно по наитию не спрашивая разрешение науки заслуженный художник Акасия Леонид Дмитриев взял да и выросил один из лучших садов в Саногорске. И раз Саногорске значит в Сибири значит в России. На фото он с выражаем персиков выращенных и без моих саженцев. Ему же посвящена глава нашей сколь днем его книги. Он же один из нас кому посвящены документальные фильмы Краснодарской телевидении под названием «Жизнь в окнах им сад». Смотрите на моем сайте. Там с худесником можно познакомиться поближе. Теперь знакомлюсь со знатными шушенцами такими же дорогими как Саногорцы. Мой сад и душа в шушенском районе Краснодарского края. Перед вами на фото 19 наш старейший садовод и овощевод грамотнейший авторитет еще Замяткин Иван Порфирьевич. Уже несколько лет не общаюсь. Надеюсь живы-здоров. По интернету бродят ролики с сотнями тысяч просмотров и агротехники вращивание картофеля под мульчой. Он мой строгий оппонент, но воспитанный и деликатный. Кто уже побывал на моем сайте знает Луча Виноградаря поселка Шушенского и его окрестностей. Кстати уже я считаю не только Шушенского окрестностей а окрестностей всей Сибири. И по совместительству председателя клуба садоводов Рыкалина. Знаете еще несколько месяцев назад это горькая правда один из лучших садоводов России работал сейчас не знаю несколько месяцев назад он еще был сделал великолепную карьеру. Его пригласили в Академию науки. Шучу его великолепная карьера это его пригласили он работает сторожем военкомата поселка Шушенский. Это судьба нашего будущего яркий пример какое будущее ждет нас всех без фруктов без винограда лучшего не худшего чем Крыму. Александр Петрович не смотрит еще больше чиновник нашел свое призвание в садоводстве и оказал мне честь стать преподавателем на моих семинарах по разделу виноградовства. А вот и один из семинаров на земле смысл в моем саду в деревне Красный Хутор Шушенского района перед вами будущее шаман и садоводство дважды весной и осенью связяющиеся ко мне со всей Россией. Только находясь под деревья с невидами в 40-градусной Сибири плодами и можно поверить в реальность нашей шамановой техники и продвинуть садоводство дальше на ее внимание а еще невыдача в запад нет не так только находясь под деревьями с невиданными в 40-градусной Сибири плодами можно поверить в реальность наших шаманов агротехники и продвинуть садоводство дальше на север на восток внимание а еще на невыдача в запад и юг садоводство так сейчас мне предстоит наверное снять следующий сейчас я посмотрю проеду вниз да да друзья мои сейчас будет еще одна небольшая серия вот сейчас мы прервемся а потом все это объединим вместе надеюсь мне поможет еще одна наша волшебница Лилия Аляжева с красивым именем москвичка так сейчас я делаю перерыв потому что вообще не влезает больше не снимает камера сейчас возьму да сама откройте все может москвичка пока но не будет москвичка Продолжение следует...